Всем привет! Это 10 часть серий о 12 международной выставке на ВИТЭХ и 32 международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь», которые проходили со 2 по 6 ноября 2020 года в павильоне форум-экспоцентра в Москве. Российская неделя высоких технологий является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. Компания «Инфинет» – российский разработчик и производитель систем широкополосного беспроводного доступа операторского класса, предназначенных для организации доступа к сети интернет, организации корпоративных и промышленных компьютерных сетей, передачи голоса в телефонии и видеопотоках в системах видеонаблюдения по протоколу IP. За годы существования компании, основанной в 1993 году, более 300 заказчиков установили около 500 тысяч устройств «Инфинет» более чем в 130 странах мира. Системы, разработанные в компании, поддерживают высочайшие стандарты решений беспроводного широкополосного доступа первой и последней миле. Компания разрабатывает, производит и сопровождает 1. Собственную аппаратную платформу, 2. Собственную операционную систему, 3. Собственную сетевую архитектуру. Продукция компании – система беспроводных маршрутизаторов, применяемых для организации фиксированных беспроводных каналов точка-точка и систем точка-многоточка, сочетающие в себе лучшую в своем классе производительность, высокую степень безопасности и возможность управления качеством обслуживания. Система обеспечивает 1. Объединение в единую виртуальную сеть территориально разнесенных подразделений, поддержка VPN, 2. Фиксированный доступ в интернет, передачу в АИП, передачу видео и телеметрии, подключение точек доступа беспроводных сетей Wi-Fi, создание высокоскоростных магистральных беспроводных каналов с возможностью ретрансляции сигналов. Основными клиентами Инфинет являются интернет-провайдеры, операторы мобильной связи, крупные промышленные предприятия, государственные, муниципальные службы и органы общественной безопасности. Оборудование Инфинет успешно прошло тестирование на горнодобывающем карьере компании Норникель. Тестирование в заполярном карьере проводилось с использованием двух секторов базовых станций семейства R5000 с интегрированными антеннами, работающими в диапазоне частот 5 ГГц. На подвижном объекте устанавливались два абонентских комплекта LMNT-C с присоединенными антеннами с круговой диаграммой направленности. На базовой станции и на подвижном объекте применялись коммутаторы Infimux. Сеть работала под управлением протокола Mint в режиме TDMA. Совместно с Инфинет и НТС, эксклюзивным партнером Инфинет в Амане, нефтедобывающая компания Dallel развернула сетевые решения на базе топологии точка-точка в ПТП и точка-многоточка ПМП в три этапа. Компания интернет-провайдер в Пакистане Comstar стала партнером Инфинет в Пакистане в 2014 году и с тех пор установила более 300 единиц оборудования на предприятия в различных секторах промышленности Пакистана. В мексиканском прибрежном городке Акапулько-де-Хауэрес компания администрадора Persifico Imperial установила два радиоканала от Инфинет топологии точка-точка с зоной покрытия 150 метров каждой. На данный момент в рамках проекта установлены четыре модуля Infilink 2х2 Lite R5000 SMN модуль топологии точка-точка частотой 5 ГГц, обеспечивающей пропускную способность до 180 Мбит в секунду с частотных диапазонах 5,6 ГГц. Infilink XG1000 – это линейка продуктов, которые полностью отвечают высоким требованиям к скорости, надежности и гибкости. Enkret Telecom – федеральный оператор IP-телефонии для бизнеса. Компания находится в Воронежской области. Также в Воронеже находится и компания центра «Электромонтаж», которая является ведущей в центрально-черноземном регионе специализированной строительной компанией по монтажу систем электроснабжения, электрооборудования, систем связи и автоматизированных систем управления. Центр обработки данных Data Harbor в Воронежской области предназначен для импортозамещения IT-структур. К помещению ЦОД подведено несколько каналов связи от магистральных телекоммуникационных сетей пропускной способности не менее 10 Гбит в секунду каждый. Каналы связи предоставляются несколькими независимыми провайдерами и проложены по разным маршрутам, чтобы избежать их одновременного физического повреждения. Общие характеристики дата-центра Data Harbor. Общая площадь – 1000 кв.м. Площадь машинного зала – 567 кв.м. Количество стоек – 212, мощность – 1,1 МВт. Электропитание. Два энерговода электропитания с суммарной мощностью 2,2 МВт. Один кластер ИБП из четырех источников бесперебойного питания Риэлла с общим резервированием N-1. Три дизель-генераторных установки «Вилсон» с суммарной мощностью 2700 кВт. Оборудована системой автоматического запуска. Система кондиционирования и вентиляции создана на 19 прецизионных кондиционерах «Стулс» с резервированием по схеме N-2, обеспечивающих поддержание температуры в холодных коридорах плюс 20 градусов Цельсия. Сенко Адвансвит Компоненс – это стопроцентная дочерняя компания группы компаний Сенко Групп со штаб-квартирой ЕКОИТИ Япония. Сама компания Сенко Адвансвит Компоненс располагает 14 офисами и десятками проектных и производств мощностей, оказывающих локальную поддержку клиентам по всему миру. Сенко Адвансвит Компоненс была основана в США в начале 90-х годов и с тех пор признана одной из самых ведущих компаний в области пассивного лакона оптического соединения и оптических компонентов. На сегодняшний день компания Сенко имеет 46 выданных патентов. Сенко создала технологию герметизации, которая пошла в успешное испытание на попадание воды и пыли ИП-68. Компактность разъемов серии Сенко ИП-9 помогает уменьшить размеры корпусов и терминалов. Одномодовые и многомодовые МПО продукты компании Сенко представляют собой многоволоконные соединения, используемые в системах передачи данных и телекоммуникации с высокой плотностью объединительной платы и печатных плат. Разъем МПО создает возможность создать до 12 раз большую плотность стандартных разъемов и обеспечивать значительную экономию места и затрат. Соединители МПО используют подсезионные литые наконечники МТ с металлическими направляющими шрифтами и точными размерами корпуса для обеспечения выравнивания волокон при сопряжении. МПО может быть массово окончен в комбинации из 4, 8 или 12 волоконоленточных кабелей. Разъем Push Style SN – это дуплексный волоконно-оптический разъем. Разъем SN позволяет пользователям иметь 4 разъема в одном транссивере, что значительно повышает плотность по сравнению со стандартными разъемами LC. Сенко также представил бесконтактную технологию многоволоконных оптических разъемов ARM-T. Волоконно-оптический аттенуатор – это пассивное устройство, используемое для уменьшения амплитуды светового сигнала без существенного изменения самой формы волны. Это часто требуется в приложениях мультиплексирования с плотным разделением волн – DWDM и волоконного усилителя на основе ERBIA – EDFA, где приемник не может принять сигнал, генерируемый мощным источником света. Аттенуаторы Сенко имеют запатентованный тип волокна, легированной ионами металла, который уменьшает световой сигнал при его прохождении. Этот метод ослабления обеспечивает более высокую производительность, чем соединение волокон или смещение волокон, которые функционируют путем неправильного направления, а не поглощения светового сигнала. Группа компаний ServiceSoft – это российский разработчик и производитель оборудования, автоматизации, управления, мониторинга, подвижных объектов и интернет-сервисов. Группа компаний основана в 2004 году в Туле, пользуется заслуженным авторитетом на рынке технических средств контроля. ServiceSoft сегодня – это производство оборудования, автоматизации и контроля по трем основным направлениям. Первое – это контролеры и телеметрия для нефтегазовых подприятий. Второе – система спутникового мониторинга подвижных объектов. Третье – автоматическая система непрерывного контроля выбросов. Система спутникового мониторинга Lockout – это профессиональное решение для судовладельцев, обеспечивающее слежение и контроль за судами в любой точке планеты, включая полярные области. ServiceSoft предлагает судовое машинное зрение – Lockout. Это программно-аппаратный комплекс, состоящий из видеокамеры с 10-кратным оптическим увеличением, механизированные основы для изменения угла поворота и наклона камеры, устройства вывода видео, информации. – Он распознает сюда, на воде. Ну, здесь, как, понятно, выставочный образец, задумка на том, что камера стоит на судне. – А по каким признакам она стоит? Это нейросети, что ли? – Нейросети. – Нейросети. – Нейросети она обозначена. Ну, главное, в случае зоны инструктирования обозначены, в которой все дело распознавается. – То есть, я обучаюсь, допустим, определенные виды устройств, допустим, корабль нужно распознать. В данном случае, вот тут у вас камера стоит, а она людей не распознает? – Ну, видите, все специально настроены так, чтобы она распознавала только суда. – Ну, вот мне кажется, вся задумка, чтобы она только суда распознала. – Это безопасность освобождения, судооходство в целом. Есть же крупные какие-то объекты, погрузные, нефтемережные танки и так далее, которые двигаются с определенной скоростью, имея серьезную инерцию, остановить их довольно проблематично. А мелкие суда, на которых не установлена вообще какая-либо связь, не говорилось про АИСы, система, которая противодействует столкновениям в море или в каналах, в реках и так далее. Эта система сможет визуально, как термо, так и в обычном виде, распознавать судно и давать повещение капитану на судне о том, что по курсу, например, возможно столкновение, есть опасность для того, чтобы сменить курс, предупредить или что-то еще и делать. Потому что если там какой-нибудь танкер СПГ 300-метровый двигается со скоростью порядка 60 км в час средней, то мелкие шкуны какие-нибудь рыбацкие, которые ночью шныряют мимо него постоянно, то это, наверное, заканчивается довольно плачевно. Возможность применения малого беспилотного судна «Локаут» 1. Разведка рыбных ресурсов. 2. Обследование причальных стенок. 3. Исследование русел рек на малых глубинах. 4. Наблюдение за течением рек. 5. Наблюдение за движением льда. 6. Контроль отсутствия рыболовных сетей. 7. Мониторинг айсбергов и льдин с животными. 8. Контроль утечек нефти. Подразделение «Сервис Марин» ГК «Сервис Софт» признается Российским морским регистром судоходства как предприятие, имеющее право выполнять работы по монтажу и пусконаладочной работы электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и оборудования автоматизации в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства, видеоинформации, видоискателя и пульта управления камерой. Судовое машинозрение «Лок-Аут» решает следующие задачи. 1. Помощь при судовождении за счет кругового обзора. 2. Предотвращение столкновений с препятствиями. 3. Осуществление поисково-спасательной операций. 4. Научно-исследовательская деятельность. 4. Реклама Продолжение следует...